Золотая лихорадка Австралия, штат Виктория, город Баларат Слово Баларат на языке местных аборигенов означает покой Но не такая уж спокойная жизнь ожидала здешних поселенцев Ведь именно в этом месте находятся одни из богатейших золотых месторождений мира Как я рад, как я рад Я приехала в Баларат Баларат известен тем, что здесь из покойного века добывали золото До тех пор много что изменилось, но в принципе многое осталось неизменным Вы даже сейчас можете зайти тарелкой и ситом в реку и намыть себе золото 150 лет назад территория нынешней Австралии была частью европейских колоний Здесь жили британцы, французы и датчане О том, что в Виктории нашли рассыпное золото, долгое время умалчивалось Но постепенно началась активная золотодобыча Поток иммигрантов значительно вырос Люди приезжали с женами, детьми На прибывавших кораблях не было свободного места Одно из основных месторождений находилось недалеко от города Баларат Полтора века назад в этом старательском городке Произошли самые значимые события в истории золотодобычи страны Изначально условия работы и жизни старателей и шахтеров были хуже некуда Однако каждый мог попытать счастье и найти свое золото Но в 1854 году власти решили ввести лицензию на добычу драгоценного металла Недовольные золотодобытчики подняли восстание Их главным укреплением стал вновь построенный форт Эврика В его честь это восстание и называется Эврикским Требования шахтеров и старателей касались не только лицензии на добычу золота Но и других свобод и прав человека И несмотря на то, что восстание было подавлено, власти услышали просьбы старателей Лицензии были отменены А лидер восстания Питер Лейлор позже был избран в члены парламента Так восстание искателей золота стало началом отделения колоний от метрополии Настало прекрасное время Золотоискатель за 6 шиллингов мог приобрести право на участок земли Это давало ему возможность не только искать там золото, но и построить дом 4 на 4 метра Таков был размер участка для золотодобычи в те времена Горняки получали разовое пособие, которого хватало, чтобы купить лопату, кирку и билет в одну сторону на золотые места А дальше он оставался сам с собой выживать Глубина старательских шахт была примерно 30 метров Шахтеров было так много, что они иногда встречались под землей Это, конечно, приводило к конфликтам В реках также велась активная добыча золота, но в конце 19 века в целях сохранения окружающей среды вышел закон, запрещающий добычу золота в устье реки промышленным способом Спустя какое-то время образовалось очень много неглубоких шахт Каждая из них была прибыльная, но появилась проблема такая, как водяной горизонт Приток воды был большим и с ним не справлялись За счет большого количества шахт увеличились и подводные каналы Дальнейшая разработка многих из них в те времена не представлялась возможной И шахты бросали Мы находимся в одной из древних раскопок Старатели шли вдоль золотой жилы, копали вот эти тоннели Искали золото, достаточно глубоко копали В принципе, золото здесь есть до сих пор Нужно только постараться его найти Боже, какой он глубокий Сколько грунта нужно было выкопать Сколько золота можно было добыть Для того, чтобы золото затвердело, нужны довольно большие перепады температур Их можно встретить на довольно небольшой глубине Там, где магний сталкивается с водой Главным признаком наличия золота можно считать присутствие кварца Ведь для его затвердевания нужны такие же перепады, как и для золота Поэтому, несмотря на то, что они такие разные Чаще всего там, где есть кварц, есть и золото Вот она, заброшенная старая шахта Туда сейчас, конечно, не пробраться Потому что все просло в черном А за моей спиной находится гора с работой с грунтом Майнеры наставали грунт, перерабатывали его И загружали сюда Смотрится, как куча пепла Но на самом деле, это вулканическая порода С того момента, как в Австралии нашли первое золото, многое изменилось Появились новые технологии Мобильные телефоны, строительные машины, управляемые роботы Как же теперь выглядит добыча благородного металла? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы отправляемся в горы штата Виктория В примере этих гор очень хорошо видно Лежит слой сланца Он покрывается конгломератом А между ним как раз-таки прослойка золота Так что в этих горах тоже много золота Теперь по порядку Конгломерат – это осадочная горная порода Она состоит из цементированной гальки с примесью песка Образуется такая смесь в процессе размыва более древних пород Сланец же – это особенные горные породы Основное их отличие в том, что минералы, которые входят в их состав, имеют вытянутую форму А расположенные эти минералы практически параллельно друг другу Еще одна особенность сланцев – возможность расслаиваться То есть раскалываться на тонкие пластинки Валхало – городок, расположенный недалеко от города Мельбурн Сейчас, по официальным данным, в нем проживает менее 20 жителей А всего 150 лет назад численность населения города переваливала за 2500 человек Мы находимся в городе Валхало Здесь еще сохранились древние шахты Перед тем, как спуститься в шахту, каждый старатель сначала записывался в книге Получал вот такой вот номерок И, подходя уже непосредственно к шахте, вешал на эту доску номерок И спускался Закрыто Эту шахту закрыли в 1911 году Но в колониальную эпоху она была пятой по объему добычи С момента открытия здесь добыли более 3,5 тонн золота Вот на такие вот вагонетки грузили отбитую руду из шахты И вывозили ее поездами из шахты на открытое пространство Для того, чтобы ее уже перемолоть и достать оттуда золото Здесь же можно увидеть и дробильные машины Их использовали для того, чтобы отделить золото от кварцевой руды Этот процесс требовал невероятного количества энергии А так как эти машины работали на дробах, в окрестностях вырубили практически все леса Вот она, древняя дробилка Она перерабатывает камни, привезенные из шахты, более мелкие Это один из маленьких процессов по добыче золота Но очень серьезный Вот при помощи такой тележки погружали все это дело Вот этими желтыми воротами въезд в единственную вот спойнте шахту по золотодобыче на данный момент Золотоносная шахта А1 Перед каждым спуском шахтеры подписывают документы о том, что знают все о технике безопасности В шахте обязательно нужно носить каску с фонарем А также самоспасатель на случай чрезвычайной ситуации Самоспасатель — это средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека По сути, это баллон, в котором в сжатом состоянии хранится воздух На ноги необходимо надеть резиновые сапоги Там очень сыро Шахта была открыта 130 лет назад В ней 26 уровней Но сейчас работы ведутся только на седьмом Мы нашли этот самородок в верхних уровнях, где мы уже закончили проходку Он находился в тварцевой жиле Горная проходка 4 на 4 метра, а каждая проходка 3 метра в глубину В день мы вынимаем 200 тонн, постепенно доходим до следующих жил Чтобы шахта не была убыточной, золото в руде должно быть как минимум 3 грамма на тонну В шахте А1 этот показатель — 7 граммов золота на одну тонну руды В этой местности есть еще несколько маленьких присков, принадлежащих индивидуальным старателям Но в основном они добывают рассыпное золото Сайдешь там, заходи на себе Сайдешь к саму Ваш хранитель «Шахта» 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 «Обратите внимание на сетку и анкерные болты — их крепят специально для поддержания горной породы» А эти две трубы вдоль верха тоннеля для подачи воздуха и воды. Стопфайл — это место, куда после взрыва падает горная порода с содержанием золота, и уже отсюда ее увозят на погрузчик. Тут же находится запасной лестничный выход из шахты. Мы находимся на седьмом уровне. Перед нами и есть та самая золотая жила. Ребята бурят, одновременно вставляют шурупы и крепят сетку, чтобы порода не осыпалась. Отсюда порода отправляется в металлургический цех на обработку. В Австралии добыть золото может любой желающий. Для искателей приключений здесь открыто множество магазинов с оборудованием. Есть даже специальные туристические предложения. Вы едете на прииск и под присмотром опытного гида пытаетесь добыть золото. В основном мы продаем металлодетекторы. Ими можно искать золото как на суше, так и в воде. Но, конечно же, люди пользуются и другим оборудованием. В нашем магазине можно найти большой ассортимент катушек, тарелок и другое старательское оснащение. Основной частью металлодетектора является катушка. От диаметра установленной катушки зависит глубина обнаружения металла. Катушка большой окружности дает возможность искать золото глубже, а это повышает шанс найти крупные самородки. Катушка поменьше позволяет находить металл не так глубоко, но ее чувствительность гораздо выше. Можно найти даже маленький кусочек золота. На всей этой территории находили и находят золото. Если поехать туда, то можно по-настоящему обогатиться. Снаряжение современных старателей практически не отличается от того оборудования, что было полтора века назад. В основном это кирка, детектор, слюис и тарелка. Вот основной инструмент старателей – это лотки. Он один из самых дешевых, но очень эффективный. Такими пользуются уже 150 лет. А можно сразу купить целый набор за 130 долларов и намывать золото. Продать небольшой кусочек золота можно по цене 45 австралийских долларов за грамм. Если вы найдете крупный самородок, то его цена будет немного выше – 55 долларов за грамм. Но если ваш трофей будет очень тяжелый или будет иметь интересную форму, то его цена возрастет в 3-4 раза. А что это за флаг такой? Это флаг старателей. Он всегда их вдохновлял, давал силу. Именно этот флаг подняли старатели во время восстания в Эврике. В подобных магазинчиках можно не только приобрести оборудование, но и взять его на прокат. А также приобрести лицензию, дающую право на поиски золота. Здесь же можно продать свои находки. В Австралии добыча частным способом золота легальна, в отличие от России. Для этого начинающему майнеру достаточно купить вот такую вот лицензию всего лишь за 20 долларов. На целый год. Либо пойти более дешевым путем и за 83 доллара и 65 центов приобрести ее на целых 10 лет. Начать поиски мы решили в Золотом Треугольнике, недалеко от города Бендига. Понять, с чего стоит начать, нам поможет Константин, австралийский золотоискатель с многолетним стажем. Оно застревает вот в таких щелях, откладывается в ловушках гидродинамических. Чтобы намыть хоть немного золота, придется очень долго ждать. Поэтому это занятие для очень терпеливых. Но этот вариант самый простой. Река уже сделала половину работы. Нам осталось только собрать грунт и промыть его. Сейчас будет очень мелко. О, есть, смотри. Видишь, блестит? Ага. Вот раз, два, два. Ого, вот это золотишко. И тут еще камень. Вот этот камень. Видишь, он такой красный. Ага. Это гранат. Это гранат, а там уже вот ими. Гранатик. Человек, который только начал заниматься золотом, в принципе, даже маленькие песчинки, найдет через два месяца. Сейчас мне предстоит взять пробы на наличие золота в данной местности и понять, куда мне ставить слюз. Для этого я взяла старательскую тарелку, перчатки, из которых уже песок сыпется, лопаточку и, собственно, вот такую непонятную отвертку. С буквой Г, как сказал мой оператор. Ну ладно, пойдем попробуем. Как мне объяснили, золото обычно на внутреннем изгибе рек, следовательно, оно должно быть где-то там. Но там корневая система достаточно глубоко, а мне нужно подобраться вот к этим породам, чтобы снять пробу. Соответственно, попробуем пройти туда. Я обратно не пойду, у меня все забаги мокрые воды. Каким-то образом. Здесь нет золота, поэтому я пойду искать все другое место. Смотри, первый кусочек золота. Маленький-маленький. Видишь? Это говорит о том, что в данных местах есть золото. Вот, собственно, тут и есть тот слюс, о котором я говорила. Здесь два вида рифлей. Они задерживают золото, а гравий отлетает. И специальный резиновый коврик на дне. Сейчас я поставлю слюс вон в тот поток. И, в принципе, буду кидать сюда гравий. И гравий будет уходить, а золото будет оседать вот в этой резинке. Пойдет? Какие камни-то пройти? Ничего нет. Пусто? Золото – это, на мой взгляд, такая консистенция удачи. Это самая главная ценность в жизни человечества. Считается так. И поэтому, если ты идешь за золотом, и оно тебе пришло, далось, то, значит, ты действительно человек везучий. Самородки из штата Виктории имеют хорошую цену. В них 97-98% золота. Практически чистые. Самое высокое содержание золота в самородках в реке Николсон – 99,5%. Здесь в Австралии самые крупные самородки были найдены в мире. Оно, конечно, вызывает самые сильные, самые большие эмоции. Очень яркие и, в общем-то, может быть, сравнимы только с эмоциями в каком-то детстве. Когда ты для рыбаков будет понятно, поймал там большую рыбу, например, сам еще был маленький. А тут ты, вот этот самородок, который, пускай он будет первый небольшой, но когда ты его взял в руки и начинаешь понимать, что это вот желтый металл, он начинает сверкать на солнце, у тебя начинает все трястись, ты получаешь такие эмоции, такую радость, которую, в общем-то, не передать. Возможно заболеть золотой лихорадкой? Да, можно заболеть золотой лихорадкой, но на самом деле все-таки настоящие старатели – это люди, не болеющие золотой лихорадкой, а приходящие в лес за, так сказать, удовольствием. В общем, настоящий золотой старатель – он не больной человек, здоровый человек, поэтому, конечно, он идет за золотом, идет в поход, ему это золото его притягивает, но не настолько, чтобы сходить с ума от этого. Каким способом сегодня вы уже… Ну вот будем при помощи металлодетектора попробуем разведать это место хорошенько, оно очень перспективное, здесь видно, что добывалось золото 150 лет назад, но вот при помощи современных приборов мы сейчас попробуем обнаружить. В принципе, нам пора уже идти, потому что пока утро еще, да, пока еще не прогрелась земля, это самое лучшее время для металлодетектирования, потому что прибор работает наиболее комфортно, пока земля прохладная. А часто в Австралии находят такие самородки? Часто, да, часто, то есть это, в принципе, ну, каждый год находят несколько таких самородков, и, в общем, это то, что известно, но многие старатели не делятся своей информацией, поэтому гораздо больше находят самородку больших, крупных, но об этом неизвестно никому. Ну, пойдем, я тебе покажу, как, значит, искать золото при помощи металлодетектора. Костя, что это? С желтеньким? С желтым? Ну, это кирка специально, это для, ну, это для серьезных уже работ золотостарательских. Можно она быть моя? Ну, тебе будет тяжело это искать, видишь, она такая тяжелая, это специально уже для, когда уже не найдем, или ты найдешь живу, вот тогда нужно будет ей работать, она будет глубоко залегать со сложным грунтом, спрессованным, тогда вот ей надо будет разбивать его и уже добывать кварцевую руду. Рабочая кирка вот эта будет все-таки, потому что она более легкая, и сначала на разведку мы ее будем с собой брать, а вот эта работа здесь с таким образом, ты должна ее удобно, чтобы подогнать ее все по руке, вот так вот взять, да, подлиннее, чтобы она была подходящей у тебя, да, вот эта катушка у нас здесь стоит дабл-ди, и поэтому, когда будешь ходить, помимо того, что надо вплотную к грунту, к земле, как можно ближе, да, прижимать, над поверхностью держать, но еще надо вводить вот так вот со стороны в сторону, такие движения делать, да, она тогда будет у нас обнаруживать, давать сигнал на металл, и будем дальше копать, смотреть. Давай ты сейчас сначала попробуешь поискать на моем детекторе, да, потому что попробуешь, посмотришь, поучишься, а дальше уже будешь самостоятельно. Ну, давай попробуем, наденем тебе наушники. Так, удобно? А, да, держится. Так, держится. Я ничего не слышу, но отлично. Сейчас я здесь включу. О, вот здесь. Плещет? Ага, ну, послушай. Да? Сейчас посмотрим. Это? У-у-у. У-у-у. Обратите внимание, вся местность усыпана кварцем. Это говорит о том, что в данном лесу ранее велись разработки. Это, в принципе, переработанный кварц. Кварц может быть розовым, голубым, кристаллическим или пористым, который, кстати говоря, говорит о наличии золота в данной местности. Дело все так, как делал наш эксперт. Но почему-то у меня тишина. В чем существенное различие в поисках золота именно с детектором? Если водного способы мы искали вдоль побережья, да, где у нас проходят именно коренные породы, то здесь мы обращаем внимание на ландшафт. И нам нужно искать, ну, не в самой низности, но по бокам. Не легок старательский труд, но азарт, романтика и блеск драгоценного металла манит всех, кто хоть однажды пробовал его найти. Поиски золота для старателей, словно рыбалка для рыбака. Найдешь один раз, и уже сложно остановиться. Ааа, какой он классный! Я знаю, что я из него сделаю. Я сделаю из него брошку. Или сережку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин